Добрый день, друзья! Это СГУХСКАП, если я не ошибаюсь, номер 34. Надеюсь, я не ошибаюсь. Вот. Мне передают, что всё правильно. И сегодня с вами дуэт впервые за долгое время без девушки. Сегодня с вами Игорь Протагонист. Да, и Иван Ванасмен. Вот. Елена Миспанк у нас сегодня немножко отдыхает, поэтому мы будем сегодня без неё. Ну и первая пара игроков на сегодняшний день — это Джон Лок. Прямиком из телесериала Lost будет у нас сражаться против игрока с ником Altix. Набор колод достаточно интересный, но мы, к сожалению, не можем посмотреть по... Точнее, набор классов интересный, а что именно за колодом мы посмотреть, к сожалению, пока не можем, потому что, опять же, за это отвечала Лена, и мы сегодня немножко без неё, как без рук. Поэтому, Лена, если ты нас смотришь, возвращайся. Вот. Ну и, видимо, что мага никто не забанил, ни Джон Лок, ни Altix. Но, Altix, что интересно, не забанил чернокнижника. То есть, я предполагаю, что у него какие-то колоды хорошо играют против варлока. Ну, наверное, это темпо маг. К примеру, ОТК паладин и квест маг, ну, например. Да, темпо маг же тоже отлично играет со всеми варлоками. Ну да, в общем-то, неплохо. И в агро паладина, либо в мурлок, либо в паладину на челиках можно положить два сала. Ну, всё равно он будет очень плохо. Более-менее неплохо играть с варлоками. Очень плохо против влоков. Вот. Джон Лок тем временем забанил варлока. Хотя у него есть прист, есть маг и тоже есть варлок. Мы не знаем, какие там архетипы. То есть, там, может быть... Ну, сложно представить приста, который плохо играет с варлоком. Потому что тот же ОТК прист отлично с варлоком играет. Бигспел прист тоже отлично с варлоком играет. У нас закрыты... Закрытый режим наблюдателя у Вольти Икса. Поэтому не можем. Кидает нам приглашение. Так, наконец-то. Так что я не очень понимаю выбор бана Джон Лока. Но мы не знаем, какие колоды. То есть, я, например, не согласен, что ОТК маг хорошо... ОТК прист, извиняюсь, хорошо играет с влоками. По-моему, очень так... Ну, на грани. То есть, я бы не знаю. Мы, опять же, посмотрим. Так, ну мы уже видим, что там урлок паладин. Так, а вот колоду Джон Лока почему-то мы не видим. Это, кстати, возможно, с дужкой, и поэтому Альти Икс не забанил. Так, как он не может быть? Нет, это Кубал Лок, судя по горному великану. Но, опять же, может это какой-нибудь контрольный локс великан. Кажем, мы видим. Там, ну, видимо, Альти Икс играет два Сайленса в деке. Иначе... Значит, это слишком отрицательным матчам для него. И он не забанил Ван Лока. Толико не факт, что он играет два Сайленса. То есть, это уже, скажем так... Но как выигрывать еще Лока? На поладнение? Без сала. А кому он забанил? Преста, да? Да. Может быть, там контроль-преста, контроль-преста. Он боится больше, чем на книжниках. Ну, кстати, да, возможно. Очень тяжело судить, не видя колод, поэтому... Так, это чего у нас, по-моему, бабу, да, дают? Нет, это призывает двух рекрутов. Ага, бабу такой оранжевый молот. Слушай, ну, интересно, остается одна лишняя мана и не ставит на стол праведную защитницу. Ну, игра это дефайло, видимо. Да, но... Я не знаю, стоит ли оно того, на самом деле. Ну, как видим, что стоит. Сейчас будет пробав на 2-1. Нет, дефайло бы в любом случае не убивал всех существ. То есть, мурлок бы оставался в живых. Ну, а, соответственно, отдавать его на то, чтобы убить три атаки одного мурлока и одного не мурлока, я думаю, джонлок тоже бы не стал. А поэтому... Почему бы тогда было не сыграть гидролога прошлый ход? Чем это было лучше? Не знаю, такой вот спорный момент, но... А теперь они отыгрывают дефайло и ставят, по факту, бесполезный секрет. А что там? Там, по-моему, Repentance-то. Не, ну почему это очень хороший секрет? Против кого? Ну, против Горного Великана. А, да, ну такой против Горного. Против Горного Великана против... Немножко не повезло, Альтиксу. Последний... Жан, как он, жанрлёр кинжалами вышел на стол. И... Так, ну вот, осквернение мы видим заходит на стол, и стол будет почищен. И весь мурлока с одной единицей здоровья. Ну, в принципе, тоже неплохо, учитывая, что можно, например, молоток... Секрет сыграл. Поставить там пару... Так, как звать, как правильно. Праведных защитниц? Так это женщины? Ты что, так я осознал? У нас же... У них же длинные волосы. Я же понимаю, у всех эльфов длинные волосы. Ну, да, если рассмотреть арт, действительно видно, что это женщина, но... Я об этом бы не узнал, если бы не видел, что по-русски называется защитница. Да, ну ты же на английском играешь. А там... Да. Там обезличено. Существительное, да, просто. Так, ну что делать? Кончились у нас АУЕ. Ну, он может, допустим, поставить одержимого локея, из которого выпадет... Вот, понятно. Повелитель бездны второй. Ну, опять же, скорее всего, это куба лок. Пусть мы увидим уже кубов, мы видим горных великанов. То есть, значит, там есть... Как это? Стражи ужаса. И стражи ужаса как раз это те ребята, которые могут... Навредить. Да, выбирает неплохую адаптацию, но мы видим, что у нас уже есть второй хеллфайр в руке. Да, и, к сожалению, для Альтикса... Ага, вот так вот. Что это тебе говорит? Ну, к сожалению, для Альтикса есть, действительно, у нас третья ОЕшка, получается, за эту игру. Из четырёх колодий у куба лока. То есть, ну, достаточно везёт ему хорошо, Джон Локу. Вот. А это значит, что он может и затриггерить одержимого локея, грубо говоря, убить вот защитника. Из него что-то там выходит, посмотрим, что это будет. Супер, да. Даже если вы бы двум вархам утрейдил просто потеряете. Да, и потом, например, следующий ход мог бы его съесть. Примерно. При большом желании. Ну, на самом деле... Слушай, смотри, сейчас просто пробьём сквозь провокацию джунглёрам в лицо. Ну, я сомневаюсь, что произойдёт. Ну, на самом деле, я бы сказал, что здесь, наверное, ГГ. Ну, потому что... Пока не факт. Потому что, ну, смотри, можно... Ну, смотри, вот он сейчас Саула топ-декает и всё. А сейчас прямо на 100 поставить джунглок ничего не может. Ну, великант, как бы, если он не уезжает. Нет, ну почему? Он может с кубом съесть и... Позднее выпало три таунта. А, ну да, конечно. Ударить в лицо на три, куб выпадет три таунта, и формально он со стола далеко не умирает. Ну, или просто 5-1 убить. Да, либо он может заюзать, например, оберег большой аметист и полечиться на 7 здоровья. Ну да, много вариантов. При желании, то есть тут... Да, альтексу будет очень тяжело. Если он вообще играет. Может быть, он вообще, знаешь, отважный сыграет череп Монари, чтобы в следующих уход повелитель бездны вышел на стол. И тогда уже точно Паладина ничего не сведет. Поэтому тут вот нужно подумать же науку. В принципе, 6 здоровья достаточно безопасно. Никакого прямого урона из руки у Монари Паладина нет. То есть там... Ну, есть лазруб, это 4 урона. Но не 6. Ну да. Так вот, разрешите. Ну вот так. Да, защищает тоже ничего. В принципе, нормально. И полечится, и жонглер перестанет кинжалить. Он закрывает все возможные ауты Паладину на победу. Единственное, чем плохо, что кубом на следующий куб не съесть особо. Так, ну вот в этой ситуации Тарим даже скорее в минус аутиксу, потому что оппонента больше хуже, чем у него самого. Так, ну вот такой размен. И я думаю, сейчас на стол падет просто Поверитель без 9 ман. Я почти уверен в этом. Потом, если он вдруг не умрет, можно будет уже его кубить. Потом куба этого съедать. Да, уже пак пришел. И там уже гиги и вп. Но из плюсов для Альтикса, то есть если он сумеет как-то прожать вот еще, грубо говоря, следующий ход и, возможно, ход за этим. Одна только зачистка остается у Джона Лока. Это единственное ствернение где-то в колоде в 15-ти карте. У меня-то в колоде еще и ДК остался у Джона Лока. Там уже почти все демоны нужные вышли. Так, ну вот. Кубом уже не съесть демона. Ну, можно, конечно, но это такое. Матаун-то 1-3 не стоя того, по-моему. Можно, знаешь, как... Кое-кого потрейдить. Ну, к примеру, убить вот этого парня. Убить Тарима на столе. Сколько у нас? 6, 9, 10, 12 урона. Вот и ДК. И можно, например, сыграть, да, например, Вестника Рока. И, к примеру... Да, в принципе, ничего можно больше не делать. Просто потрейдиться, убить Тарима и убить вот этого парня. Остается 12 урона. На столе будет 2 таунта 1-2. И Вестника Рока, которого надо либо убивать, чтобы оставить стол, либо, ну, проходить в лицо. Наверное, он сейчас разменяется. Димтаун там 1-3 снимет, например, Бабл. Тест его кубок. И убьет. Может быть и так, да. Может быть и так. Ну, тогда это вообще супер-сейвовое. У него ДК уже есть в руке, а у Паллина карт нету. В принципе, да, если он разыграет ДК на следующем руке... Можно прям очень сейвово сыграть. Практически. Да, знаешь, от чего он может умереть? Вау. Ой, не ожидал. Знаешь, от чего он может умереть? От динозавра. Какой-то суд. Типа, знаешь, там, Виндфьюри, например. Он мог топ-декнуть божественную милость. Найти как раз еще одного вар-лидера и динозавра найти. Как раз бы хватало бы 10 маны. Но тут, к сожалению, ну, как бы не хватает. Немножко не хватает. Может в лицо пронести 9 плюс 6. Сколько это? 15 урона у Варокко. 19. И, к сожалению, обои крестников, так как Варокко он тоже затредить не сможет. Не сможет сейчас? По-моему, нет. Но у него же надо. Он одного может, чтобы... Один остается. Да, выбирает уже 100-двор-лидера, но он постепенно больше урона в лицо. Ну, если бы не ДК... Типа, к примеру, если он топ-декнет, там меч... Меч не спасает. Но, к сожалению, мы-то с вами знаем, что... Да не, он бы в любом случае не умирал, даже с ним больше. Ну, очень важная кончевая карта. Смотрю, он мог сыграть в мастерицу микстуры, ее кубануть, и еще бы полечился. Ну, то есть, как бы он 100% умер. По матчапе для паладина очень важная карта была божественная милость, дополнительные ресурсы. Да, она хороша, действительно. Вот, например, у Ворлока уже кончились все ОЕшки, у паладина ресурсы кончились, и божественная милость бы помогла решить этот вопрос. Ну, опять же, там чуть-чуть вот по мелочевке ему еще немножко не завозило. К примеру, он играл к оружию, джонглер был последним. Кинжалу никогда поймут по итогу, ему как бы чуть-чуть же урона не хватило. То есть, неизвестно, может быть бы и хватило, если бы больше завозило. Так, но мы видим, что это темпо Мак. Причем, что какая-то интересная карта Джон Лока. Урок паладина, да. Лао Герзи, гейзер. Блин, ни разу в Ладаре не попадался против квест Мака, который вот квест на всяких таких гейзерах делает. Типа он квест Элементаль Мак с Маллигосом. О, нет. Короче, там... А, удешевляет эти... Типа, да, да, да. У него Элементали вот эти есть. Короче, у него есть карта, которая дает тебе рандомные спелы мага. Если ты играешь Элементалей, дает больше. Он за счет нее делает квест. За счет Элементали 5-4 за 4 маны делает квест. За счет всякой вот такой ерунды. Потом удешевляет эти все заклинания, ставит Маллигосом на стол, играет квест. Просто... Да, там, по-моему, он разыгрывает Антона, получает кучу фаерболов. или это мне как родины видео моему нет антону а чем какими спалами убивать под малигосом гейзерами примеру огненными гейзерами но возможно по у нас подвис или короче я попался на обычном квест маги против вот такого квест мага и проиграл потому что мне тупо у него знаешь рандомные сплывы подали всякие там фаерболы пироблах не тупо в лицо закидал всякая ерунда такая вот у меня история так интересно кстати угненный гейзер не знаю целью он добавлен по даже несколько цель вместо чего он там добавлен потому что насколько я знаю в таком маги уже может ли царажный может быть место как его лакеями дива это тоже 2 мана урона на одно меньше но тебе не нужно услышать секретно ждать да то есть это предположение не знаю интересно будет ли он сейчас на урну скорее всего но у текста честно замечу будет по мне ухты бабал диарем шикарный да и я бы сказал что наверно маг тут уже проиграл нужно стол полностью за контролем паладина и у мага но если только с петроглифа что-то такое выпадет что может игру перевернуть ну например вот огня да ну следующий ход и тоже не очень сильно помогает учитывая что сейчас еще бафница все бабы а даже вот так вот играет у нас могут волномут да там урок волномут уже даже и например от волны огня даже если снять божественный щит озер на родник все равно останется в живых можно сыграть я думаю нужно антимагию потому что от карту же сыграть оружие и карта божественная милость в данной ситуации ну и короче если хотя бы ее закон тритма кто в принципе но какие-то шансы возможно есть учитывал на огня в руке ну и нужно что-то типа антимагии не как и си наверно снять баба вот этому очень кажется нужно сейчас бабы снимать чтобы следующий хоть дать оба она можно давал не сыграли одну щицу кристалла в принципе я бы наверно месте полотеном просто дел бы пушку пробавал бы и пошел бы всего лицом такая ну над здоровье осталось как и нужно тут уже не до трейдов то-то баф на м34 ну да но мы знаем что флэм страйк и за ну вот он правильно выбирает разделяя присутствую тут блин урона немерено думаю трейдится или не трейдится как раз пять урона ставил напоследок они нужно в лицо проходить останется 4 здоровья то есть тебе нужно будет удар с меча и любое существо на столе для чек с раздумьях конечно хочется как-то у джона лока конечно абсолютно не завидный заход на маги то есть прикольно когда у тебя моно змей потом на второй ход ты ставишь например челика который дает секрет монетки ставишь еще челика за единичку разыгрыш бесплатный секрет и такое вообще не остановишь но тут мы видим немножко не настолько хорошая как вы играли на на турнир не маг на первый ход показал двух разночен у 221 и я повесил антимагию и взрывающиеся руны а я на золоке был против такого старта антимагия конечно достаточно бесполезная карта не скажи в золку но чё там окраски вот задима нас пол который два на два дамажа ты просто продавали от понял ну как бы такое тоже вот видишь все-таки играет саленсу текстом паладине да значит что нет мужа решила просто игре не зашел красиво снимает ледяную глупо ну я бы не скажу что красиво одну едином просто убрать его меч зря конечно мы вернемся чем у него есть 2 ну да только если так почему-то все привыкли снимать и заблок под единицу но это принципиально важно только наверное у мага то что может пингом снимать каждый ход да нет это важно например и у паладина тоже потому что ты ставишь гидро лога разыгрываешь указала да кстати на это же нужно даже таких вещах думать но немножечко джон лог казах есть руке эта партия за тобой и мы увидим мир урмагов сейчас посмотрим что за могло тикса может быть тоже там помад может быть таки полгал квест но уже скорее нет смурок паладином космага быть да а все гранновато вы смог очень плохо играет против такого темпа мага начальную игру там помог просто может пару ну пару фото даже рада магия ты уже так но это мир лада но мы увидим у джона ока немножко скажем так более интересная версия колода например с огненными гейзерами поэтому ну вот посмотрим кто же имеет преимущество данной ситуации хотя мне кажется что обычный наверное все таки по стабильнее думаешь будет найти магия повешено конечно почему не магнется смысл и ну это же в первую очередь губай вот сейчас прикинь обидно монетку строить ни на что грима что целая карта нет я к тому что альтикс по сути с я имею виду если бы то было не антимагия по сути он бы сливы и ни на что но ничего разыграть больше за гуманами смог а ну так а это в какой-то степени важно то есть в принципе но не так все и под такой бы был бы майнгеймс да если вам повесил боясь блок но руна как бы черную сразу да 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 вот хочу сделать просто снова не маги разыграем она меняться наверно антимаги на антимаги да я тоже считаю что это на самый оптимальный все антимагии подошли к концу охота рунами все-таки забрать лишних сюжет я считаю нужно здесь добирать карты да ну да это русал нау . у них у него и блоговал как вот уж чего я не ожидал я интересно ну может быть они ему помогут то что мы кстати да это может зарешать вот в той фазе игры когда знаешь маги начинают тупо в лицо зма и деньги есть это может это можете сильно сыграть свою роль здесь нужно трейдится чтобы сохранить магида ну и так не знает какой-то секрет шумлок вот раз и огненный гейзер реализован сейчас мы были ставят еще и проверить народу наверно 4 урона ну да но это значит как бы это урон но в то же время ты пожертвовал существом 12 бесполезно вместо допустим но какой-нибудь там 55 который может ну и вообще обеззарядилась секрет чтобы лакея например смог сыграть оппонент а мы видим что уже за так слушаем бутылаки есть действительно интересно вместо чего огненный гейзер лежат может быть вместо одного портала за 7 может быть причем два из блока то есть если ты играешь из блоки ты планируешь как бы тяжелыми изгнаниями давить у тебя было больше времени поехали в принципе понятно логика я мощно так логика не я потому что такой слабенькой рукой вот лично я бы наверно добирался все таки потому что но хочется что-то посолиднее разыграть ну смотри допустим айсблок который вот сейчас ему в любом случае придется добирать но вот и лунет прошло то если бы он прошлый ход того сыграл бы мог сейчас например забрали лунет ну такие отличная карта призначит и кристаллов ну да ну мы можем и даже фаербол отдать в лицо суши ну нет нет рановато не настолько мало хп у альтикса чтобы начинать дать фаербол учит то что другого урона у тебя нет это следующий ход сто процентов должен разыгрывать а лунет вот трейд суши ну это вот не знаю однозначный момент портал огненный участок просто шикарно заходит редко когда он настолько круто ну и достаточно неплохой за островом существом и как ни крути нужно лунет разыгрывать в руке просто мраку джун и лота к разу прошлый шарфон сейчас два из бока с принципе смотрятся уже хорошо как бы весь урон который сейчас будет находить джунок можно начинать кидать в лицо мне кажется надо будет фарбол который будет делать блоки в лицо двойки да возможно да я не со мне не совсем нравится вот фарбол в локе ну и как видим мы рынок принял такое решение ну что с петроги попробуем найти зачистку существ потому что он же здесь было в первую очередь ты играешь вокруг антимагии то есть тут нужно понимать что тебе менее ценно петроглиф с которого ты что-то хочешь найти либо же фарбол который скорее всего в куба нужно кидать я думаю все-таки нужно петроглиф отдавать потому что не факт что с ним зайдешь тут хорошее а вот фарбол гарантированно можешь использовать работают анти магия фарбол у нас летит ба неплохие моно змеи на столе но здоровье улука очень мало я думаю здесь прям ну однозначно нужно в лицо вообще кидайте чем можно портал огненных просторов вот я не знаю на самом деле на месте ли текста подумал что потратить стал зачем если ты у тебя висит ледяная голубь у нас потому что я на одной здоровьем от хохохох отлично повезло с кубом да ну не очень повезло как лучше взрывать на я бы наверно в лицо все закидывал видишь уже много два из блока есть и доход до 2 он изменил стали оставить это очень опасно ну что по двумя гейзерами под какие-нибудь а может быть как-то место учениц 3-2 играется гейзеры мы их не видели да может быть вполне но не очень хороши я бы от них не вместил подказать не такие цели после должен быть данной ситуации но я не в первый раз вижу сам себе эти вот эти большие суперстрелы и радейские суперстрелы реально так ну вот летит у нас ледяная глыба на ногнице здрасте ты же мог но 2 2 ледяных глыбы и я даже первую не считает же мог выиграю да может быть текст найдет вторую ну даже 2 ты здесь просто кидаешь ледяную у господи огненную глыбу в лицо снимаем под единичку блок а вот у алтикса насколько я знаю 2 из бог то нет можно и кипит ролев с него на афальян с него из 2 из блока или 3 из бог да не ему и 1 на самом деле хватит выиграть еще одного еще ли на из бог и кажется не хватит мне почему хватит вот сейчас один снимаешь как могу один одеваешь как и зачем я не знаю а вот смотри-ка потих не отследили количество карт в колонии да ну так вот резко внезапно поэтому я не особо вижу смысла играть именно 2 из блока в маги который умирает сам можно можно играть вместо одного портала до 7 она и какого нибудь не делаю до скидыва клуба ну что вальтикса поздравляем он проходит следующий раунд так вот внезапно зашелся игра мы уходим на небольшой перерыв и вернемся к вам минут через пять-десять поэтому далеко никуда не уходить